Всем привет, я нахожусь на такой вот какой-то заправке даже не знаю какой это город или что, едем в западную Украину в общем, Женя Поливода уже там теперь еду я, ну это капец, конечно у меня что ни съемки, то приключения в общем уже скучаю за домом, у меня только не успел уехать у меня уже такое, знаете, блин, домой хочется до котика, до ютуба до интернета, нет зарядки нормально, не могу телефон свой тот зарядить придорожный туалет, тут какие-то росписи не знаю, что тут расписывается унитаз такой, стружка разбитый тут такое мусорное ведро это при дороге прям такие туалеты у нас резервка есть, 220 швабра такая страшна ну тут, кстати, есть горячая вода не знаю, что это такое такая спаста что это за спаста, вазута может какая-то для водителей это мыло есть, в общем, все это церкальце выйдет на бумагу это мои любимые такие сосиски на заправках всегда покупаю очень вкусные хлебушек засовывают в общем, я на западной Украине тут уже расцвели деревья у нас тоже уже расцветают эти вот дома я заказал себе вот такие крылышки и лаваш с курицей вот такой лаваш поем на заправке хочется исты это как жульен называется жульен в лаваше 29 гривен 29 гривен и вот себе 29 тут вот есть кофе можно сделать остальная каша с такими хлебушками можно покушать милиса 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 что вы тут делаете? все милиса наручники сейчас на нас бурят лаваш берем мы встретились Жене по ливиде наконец-то Женя такая на чуды тут на съемках что пришлось меня вызывать я стою в очереди с Абелго какая Рината Литвина Рина Хакамада а кто-то писал что на Рина Хакамада а что только они пишут все читать так что я собирательный ум политический революционный герой выкрой выкрой блин сам был держи потекло только вещи постирал боже уже копились полотноватый да Лепитер постираешь придешь как это просто вода была а это вода была? ну вот бутерброд 9 минут бутерброд 9 минут бутерброд есть здание 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 почему везде приветствую обслуживание на высшем уровне церковь церковь дали чем там положено бутерброд обычно экономит ну понятно а первый раз первый раз это ярем боже супер это вокзал ярем ну пошли посмотрим что тут творится чем люди дышат какая природа супер все знаете всегда так страшно куда-то ехать а когда уезжаешь такое наслаждение что какое-то новое место вот новая природа новые люди не знаю для меня всегда вот такое оно трепетно знаете а потом буду уезжать опять плакать красиво конечно вообще он вареничную мужики пошли тут скрипка топор а там по-моему трезубц да точно трезубц их игорь анима тут такое дерево сделано церковь красивая конечно подошел поближе такой парк вот в яремче вот люди живут такие дома у них красивые очень ухоженные смотрите мы находимся в городе варохта или варохта называется информативный центр так что кто хочет приезжайте в гости я в городе варохте вот такой гостинице а как гостиница называется я таки не понял а я гостиница называется а оберих гостиница оберих вот такие домики со срубов это вот в Уфе я вот жил у отца вот такие дом сруба в общем так и мох и болото вот вот гостиница вот гостиница такое на час я уже находюсь еще дворники мне не указывали что меня снимать ха-ха-ха-ха ха-ха-ха вот такие домики красивые смотри мужики такие нарисованы с усами вот тут мужик и вот тут мужик ой как тут здорово вообще все красота природа конечно воздух то есть дрова нарубав это как аккуратно сложено ой запах прям от дров ой как приятно вот когда дрова вообще супер древно лежит спутники тут мой наводитель смеется что я тот раз уезжал из гостиницы из Львова и плакал когда все уехали и остался вот тут он сейчас ходит и говорит что поплачь поплачь типа когда я потом дивился и смеял всех ты плакал с водителя взять и пин водитель тут можно шашлыки делать прям в отбор выходить в гостинице шашлык это кстати Алина это самый один из любимых моих сценаристов на СТВ а кто ты? а ты редактор потому что я всегда тоже на нее говорю сценаристы она большая умничка они сами-сами такие интересные у нас съемки хвалите вы не видели когда-то перископ показывал ну хвалим молодец новый сценарий там интереснее хорошее ой ну эта съемка конечно жесткая давай с тобой сяду подожди я уже раскаталась а как бить срак у меня сейчас сюда а ты прыгай а как мне прыгнуть не надо прыгать давай вдвоем давай вдвоем давай вдвоем ой ой классно господи ой как в школе в детстве была такая качеля я пел с соседями они матюкали злитая да давай солнышко сделаем а там не сделаешь Женя он выживет, ничего страшного, тут такие съемки, если вы потом побачите, выпадает, это просто нечто. О боже, главное чтоб ногами об стол не ударитесь. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, воздух хороший, какие большие оттенки. Ой, вообще, у меня такая депрессия была приедет въезда вообще, Алина. Да не знаю, что-то у меня такое, я сейчас не чувствую, что наша причина. Ой, она не сломается, ты что, сейчас полетим, что-то мы боком катаемся, да, мы боком катаемся. А я буду на этой качеле, я лечу. Ой, Санвел, я боюсь, чтоб эта деревня на меня не спала. Та она маленькая, Женя. Так что боишься, ты чего ты катаешься? Ой. Как ты ж как красивый. Ёля, иди сюда. Как трава, да? Алина, кстати, снимала Калачаву, выпуски вот эти. Львов. Все, Львов снимала. А сейчас снимаю вот уже, да, а сейчас снимаю уже вот эту западную Украину. Но будут съемки просто потрясающие. А теперь снимают в Украину. Так что ждите. А теперь снимают в Украину. Мне, кстати, приятно, знаешь, что много людей похвалило, что понравились вот именно съемки такие, что просят еще, да, что-то такое. Мы готовим для вас. В чем мы блоком стоим? Мы как-то катаемся по кругу, слухай. О боже, давай слазать. Что-то мы по кругу расшатались. В общем, поселились в такой гостинице. Встретились Жени. Женя уже тут был. Я приехал, в общем, приехали в другую гостиницу. Вот такие красивые номера, вот такой балкончик. Там чуть мужики лежат. Строить или строить новую гостиницу. В общем, очень красиво. Сейчас пошел дождь. Забыл, как этот городок называется. Тут крыша. Сразу ночью горит все, наверное. Тут тоже фонарь такой красивый. Это балкончик. В гостинице, что удивительно, смотрите, ходят босиком, разбываются на самом входе. То есть, удивительная гостиница. Вот такие номера. В общем, мы с Женей переехали в такой номер. Встретились здесь уже. Вот кроватка. Чудил я делов, конечно. Да. Женя надел... Женя наделал тут делов, конечно. Ну, ничего. Зато мини-съемка появилась. Вид из окна. Красиво, конечно. Ничего не скажешь. Горы вот эти. Пока может быть депрессия, когда такая красота вокруг. Ну, потом она Женя будет давить. Я уже знаю по Калачаве, по всему. Кто будет? Вот это вот природа. Давить? Да. Что сперва красиво, а потом... Где-то на четвертое утро уже смотришь. Оно так приедается, обыденность это, знаешь. А ты уже тут сколько дней? День 5, да? Да. Ну, я уже это... Шесть дней здесь. А, шесть дней. Ну, ты в другой гостинице какой-то жил. Ну, это сейчас мы в эту переехали, а то были в Яремче. Там гостиница была. Ну, конечно. Номерочек простой, такой скромный. Ничего не это самое. Ничего лишнего. Вот тут одна кроватка, тут вторая. Шкаф. Вот такой. Еще и удивительно, босиком в гостинице надо разбываться прямо на входе. Ключик в туалет. Захотив, открыв дверь, пишев, сделав свое дело на этот унитаз. Вот все. Бумажка чисто. Полотенцесушитель. Теплый, горячий даже. Да? Да. Вот есть мыло, шампунь. Я взял шампунь, если надо, Женя. Я тоже их еще взял. Да. Мне Николай из Италии прислал шампунь. Такая люстра три плафона. Три плафона. Два горит, один нет. Wi-Fi очень хороший. Так что, надеюсь, будем Женей по возможности радовать вас видео. Ну, я только недавно переехал. Я не знаю, где тут это. Магазины. Ну, найдем, если что. Тебе магазины, главное. Я думаю, тут же есть у них там и столовая и все. Кулиба, или как оно называется? Калиба. Кулиба. Кулиба. Что Калиба? Да все нормально, Боже. Главное, чтобы отпустили домой. Бо тут такой плен, что? Женя, тут такое на чудовице. Капец. Ой-та. Ну ничего. С кем не бывает. Это Жене такой чемодан. Ого, ты чемодан. Не, он не тяжелый. Такой красивый. Новый купил, да? Да. Ты специально сюда покупал? Ну, я просто это, часто стал ездить, и поэтому то, что домой надо, то еще как-то. То сумочка, сумочка, и тут можно все вместить. А ты домой часто ездишь? Ну, вот сейчас хочу поехать на Пасху. К маме, да? Ну да, к бабушке, к маме. А сестра там живет у тебя, да? Нет, сестра в Харькове. А, она же учится, я понял. Ага. Прикольный чемоданчик хороший. А я с пакетом. Самый прикол был, знаешь, за что? Тоже Коля прислал. Сам был, это когда у консультанта я был, он такой говорит, чемодан весит, это, три с половиной килограмма. Я ж прихожу домой, это все, и начинаю говорить, не больше трех килограмм вложить булок, не больше трех килограмм. А тут билочка висит, что чемодан весит три килограмма. А я беру, это, прям взвешиваю, прям, ой. Че вместится, че не вместится. Наложил три килограмма, а-а. И треть чемодана пустая. Думаю, да не надо, сказал же ж консультан шоу. Не нагревать же ж вещи. А я ложу, 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 ложу. А оно это, ну короче, о чем речь. Не, ну красивый, прикольный такой. Ну да, солидный, да, он такой. Ну мне очень понравился. И он ездит и вперед, сюда, да? Да, он на колесиках, ты мне это подарили. Это будет уже приятно. Это подарили чемоданами? А, я думал, ты купил. Ну, это подарили, я выбрал, какой мне понравился. И это все. Здорово. Ну а шо? А кто тебе подарил? А кто ж мне подарил? Ей люди добрые. Что мне нравится, что ты, допустим, едешь и вот так вот просто. Вот так вот рядом идешь. Вот если это вот так вот. Не через эту вот эту штучку и вот так вот ездишь. А вот так вот возле себя можно вот так вот. Можно ручку поднять и катить, да? Ну да, можно вот так вот, вот так вот, ну и катить вот так вот тут. Мне нравится, что тут четыре колесика. Я дуже долго выбирал, но это так. Тут еще замочек, тут еще замочек я купил сюда. Ну я его не брал, тут просто сделать это все. Ну такое. А, закрывается, да? Ну да, тут замочек через эту дырочку, так типа, как воротам в гараже. Ворота в гараже. Ассоциация. Ну хорошо. Такие хорошие, мне нравятся. Солидные. Все такие. И цвет мне нравится в гараже. Серый. Ну это как под кофту я выбирал. О боже. Ну красиво.